Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о некоторых ключевых моментах продажи участникам общества с ограниченной или дополнительной ответственностью своей доли в Уставном фонде общества. Чтобы избежать споров и судебных разбирательств по поводу правомощности действий как прежнего, так и нового участника общества, тот участник общества, который намерен продать свою долю в Уставном фонде, должен совершить сделку с обязательным соблюдением процедуры и условий ее осуществления, которые определены законодательством, в частности, Гражданским кодексом Республики Беларусь и Законом Республики Беларусь о хозяйственных обществах. Приобретателем доли в Уставном фонде общества может быть участник либо участники общества, само общество, а также третьи лица. Согласно закону о хозяйственных обществах, участники общества вправе приобрести отчуждаемую долю пропорционально размерам своих долей в Уставном фонде. Вместе с тем, иной порядок осуществления данного права может быть определен Уставом общества или решением общего собрания участников общества, принятым единогласно. Следует отметить, что Уставом общества может быть установлен запрет на отчуждение доли в Уставном фонде третьим лицам. Данное право закреплено в Законе Республики Беларусь о хозяйственных обществах. Если запрета на отчуждение доли в Уставном фонде третьим лицам не установлена, участники общества пользуются преимущественным правом покупки данной доли, которой нельзя уступить другим лицам. Данное право дает возможность участникам общества первыми заключить договор купли-продажи доли на предлагаемых условиях. У третьих лиц возможность по ее приобретению появляется лишь после отказа участника, так и самого общества от ее покупки. Участник, желающий продать свою долю в Уставном фонде общества, должен в письменной форме известить об этом остальных участников общества. В течение 30 дней, либо иной срок, который определен Уставом, но не превышающий 30-дневный срок со дня получения данного извещения, остальные участники общества должны реализовать свое преимущественное право покупки доли. В случае же нарушения прав других участников при продаже доли в Уставном фонде общества, участник, либо само общество, в течение трех месяцев с момента, когда стало известно, либо должно было стать известно о таком нарушении, справив в судебном порядке потребовать перевода прав и обязанностей покупателя доли. На практике часто возникает вопрос, с какого момента права и обязанности участники продавца доли в Уставном фонде общества переходят к ее покупателю. Согласно закону о хозяйственных обществах, о состоявшейся продаже доли в уставном фонде общество должно быть извещено в письменной форме. Именно с этого момента к покупателю переходят все права и обязанности участника-продавца, связанные с его участием в обществе, такие как, к примеру, право на участие в общих собраниях, а также право на получение части распределяемой прибыли общества. Кем конкретно должно быть направлено данное извещение, законодательством не установлено. Следовательно, уведомление о продаже доли в уставном фонде может быть направлено как участникам-продавцам, так и покупателям доли. Вообще представляется разумным, чтобы уведомление о продаже доли направлял в любом случае покупатель, так как это будет отвечать в первую очередь его интересам. Ведь до получения такого уведомления он не сможет реализовать свои права и обязанности как участник общества. Что касается формы уведомления, то основное требование здесь – соблюдение письменной формы. Требований относительно содержания и способа направления данного уведомления законодательство не содержит. Хотя можно порекомендовать направлять извещение о состоявшейся продаже доли в уставном фонде заказным письмом с уведомлением. Это позволит в дальнейшем избежать сложностей с подтверждением факта как направления, так и получения обществом уведомления, а также с установлением даты уведомления общества о состоявшейся продаже доли в уставном фонде. Законом о хозяйственных обществах предусмотрено, что общество должно получить доказательство состоявшейся продажи доли, коим можно отнести копию договора купли-продажи доли, либо копию платежного поручения об оплате доли. Следует помнить, что в случае продажи доли в уставном фонде общества третьему лицу изменяется состав участников общества. Следовательно, после получения уведомления о состоявшейся продаже необходимо внести изменения в устав общества и данные изменения в течение двух месяцев зарегистрировать в установленном законном порядке. Хочу подчеркнуть, что невнесение в устав изменений относительно состава участников общества может повлечь негативные последствия для обеих сторон по сделке, особенно для участника-продавца. Это связано с тем, что в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь изменения, вносимые в устав, для третьих лиц вступают в силу лишь с момента их государственной регистрации. То есть, несмотря на фактическую продажу доли, участник-продавец остается в составе участников общества до государственной регистрации соответствующих изменений в уставе. Это, в свою очередь, означает, что участник-продавец может быть привлечен к ответственности за действия общества, хотя он и вышел из состава участников. Например, он может нести субсидиарную ответственность по обязательствам общества-банкрота. В следующей передаче мы поговорим с вами о том, как происходит раздел имущества при разводе, а именно мы поговорим о том, как разделить частное унитарное предприятие и долю в обществе. Знайте ваши права. И всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова